Добрый день, друзья! Сегодня у нас 31 декабря 2015 года и, наверное, впервые за последнее время мне абсолютно не хочется смотреть предновогоднее выступление нашего президента, а также премьер-министра. Если 2016 год не станет годом борьбы с коррупцией в Украине, нас всех ждет печальное будущее и я читаю, что должна появиться новая политическая сила, которая поставит перед собой задачу борьбы с коррупцией в Украине. Принятый государственный бюджет на 2016 год только усугубит финансовую дестабилизацию страны и продолжит разрушительные процессы в экономике. Несколько слов о тех, кто постоянно рассказывает нам сказки о безвизовом режиме в 2016 году? Скажу так. Безвизовый режим не решит вопрос благосостояния граждан страны. И с учетом курса 25 становится ясно, что в Европу без границ украинцы массово не ринутся. К огромной радости Порошенко и Яценюка и стоящих за ними коррупционеров они могут позволить себе и дальше врать народу Украины и манипулировать нами. Реальной альтернативы им сейчас нет. Так они думают. Они, мне кажется, даже сейчас не боятся и третьего Майдана. Поэтому они занимаются только одним. Делят активы, делят денежные потоки и борются за политическое влияние в стране. И как правильно написала украинская правда, что Ярецкая с Яценюком и Порошенком, а также с депутатами Верховной Рады уже фактически сдали международный ломбард целое поколение наших детей. Несколько десятков лет дети украинцев вынуждены будут просто прозябать на грани нищеты либо платить фантастические проценты. Вся экономическая стратегия этих деятелей дожить до очередного транша Международного Валютного Фонда и дальше одалживать деньги. Но все же, друзья, нам нужно оставаться оптимистами. У нас нет другого выхода. Поэтому позвольте вас всех поздравить с наступающим Новым Годом. Пожелать вам успехов, здоровья, счастья и всего самого-самого наилучшего. Еще раз всех с Новым Годом. Пока-пока.